Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про средства, которыми я укладываю свои волосы. Они у меня от природы вот такие вот вьющиеся, но за ними нужен особенный уход и специальные средства для укладки. Может у кого-то тоже кудрявые или волнистые волосы, и вам мои советы и находки могут пригодиться. Во-первых, у меня есть вот такой вот гель для укладки, Curl Rock'n'Roll гель для кудрявых волос. Я его открыла для себя этим летом, купила вот эту вот первую баночку и до сих пор ее не израсходовала. Ее объем 300 мл, и раньше я думала, что все гели для укладки примерно одинаковые, зачем покупать какой-то дорогой или специальный гель, но оказалось, что я ошибалась. Этот гель стоит примерно 1000 или 1500 рублей, плюс еще доставка. Но ценные могут быть динамичные, я вам говорю цену, по которой я покупала. Он без силиконов, парабенов и минеральных масел. Гель очень классный и делает прекрасные кудряшки, волосы не пушатся, укладка держится долго, и его нужно наносить на влажные или мокрые волосы. Нужно помыть голову специальным бессульфатным шампунем, ну, любым бессульфатным шампунем. Производители вы можете выбирать сами, например, шампунь вот этой же фирмы мне не подошел, поэтому я его не покупаю. И затем, пока волосы еще мокрые, нанести этот гель, не выходя из душа, вытаковать на волосы и воспользоваться специальным полотенцем. Из-за того, что ваши волосы еще мокрые, гель фиксирует естественные завитки волос, и когда волосы высыхают, они становятся очень красивыми. Единственный нюанс при укладке волнистых волос, в том числе и этим гелем, их лучше не сушить феном, а если сушить, использовать насадку-диффузор. Это делается для того, чтобы не было пуха и волосы сохранили влагу внутри себя. Чем больше влаги останется в волосах, тем красивее и натуральнее будут завитки. В общем, этот гель очень классный, на мои длинные волосы расходуются уже больше, чем полгода, и я его вам рекомендую. Постараюсь оставить ссылку в этом видео или под его описанием. И теперь покажу второе свое средство для укладки, тоже этого же производителя. Curl Rock'n'Roll, это пенка для укладки волнистых и кудрявых волос, банановое суфле. Насколько я знаю, она у них в линейке появилась недавно, и, честно сказать, я не рассчитывала на эту пенку, взяла ее попробовать, и она мне очень понравилась. Она приятно пахнет, текстура такой легкой, нежной, воздушной, но я в основном использую ее не для укладки, а для рефреша. Рефреш — это укладка после укладки, ну то есть, например, в понедельник вы помыли голову и уложили ее гелем, как нужно. Встали во вторник, и ваши кудры немножко распрямились, распушились, и выглядят не так красиво. Их нужно смочить водой руками или с помощью брызгалки, пульверизатора, обычного совершенно, и нанести на них вот такую вот пенку. Но в крайнем случае я делаю именно так. В общем, эта пенка мне тоже очень нравится, но я еще раз повторю, что я не использую ее для укладки, я использую ее только для рефреша. Нужно пробовать, возможно, она подойдет вашему типу волос, а может быть и нет. И еще у меня есть вот такое вот полотенце, тоже этого же бренда, Curl Rock'n'Roll. Мне его дали в подарок, когда я заказывала какой-то набор из нескольких средств. Оно у них шло бесплатно, конечно же, я не стала от него отказываться. Полотенце какой-то специальный для кудряшек, ну так написано, оно сделано из микрофибры, и оно не впитывает влагу из волос, потому что если вы будете использовать обычное махровое полотенце, то оно заберет в себя всю влагу, и в ваших кудряшках ее не останется. А нам как раз нужно, чтобы влаги в волосах сохранилось как можно больше. Вот это полотенце с этой функцией идеально справляется. У меня полотенце вот такое салатовое, знаю, что еще есть розовое полотенце, может быть еще какие-то цвета у них появились. Оно мне нравится, приятное, но честно я не знаю, лучше ли оно тех других полотенец из микрофибры, которые продаются, например, в спортивных магазинах в три раза дешевле. Возможно, они одинаковые. Это все мои средства для укладки. Расческой, кстати, я не пользуюсь, я расчесываю волосы. Друзья, это все мои средства для укладки. Еще у меня есть шампунь и бальзам для волос, но их я покажу как-нибудь в другой раз. Если вам интересно, как я укладываю волосы и хотели бы послушать про шампунь и мой бальзам, напишите в комментариях, я обязательно сниму для вас такое видео тоже. Как укладывать волосы сегодня я показывать не буду, потому что это целая военная операция. Нужно мыть голову и наносить гель на мокрые волосы. Но сейчас я вам покажу, как я делаю рефреш. Итак, нам понадобится пульверизатор. Можно, в принципе, смочить руки водой и вот так вот поделать мокрыми руками. Я воспользуюсь брызгалкой. Что мы делаем? Мы наклоняем голову вперед и вот так вот брызгаем на волосы. Брызгать нужно побольше, чтобы волосы были прям мокрые, но мне еще сейчас снимать видео, поэтому я набрызгала чуть-чуть. И делаем вот такие вот движения, формируя локоны. Ну, просто вот так вот жамкаем волосы. Потом берем пенку. В принципе, рефреш, если у вас нет пенки, можно делать тем же гелем, только взять его прям чуть-чуть. Выдавливаем пенку. Муж так на меня смотрит, такими глазами, им очень интересно на это смотреть. Пенку размазываем в руках и наносим на волосы. На влажные. И все, ждем, когда они высохнут. Естественным путем желательно. И ходим с кудряшками. Друзья, надеюсь, мой обзор кудрявых товаров, товаров для кудрявых, был для вас интересным и полезным. Пишите свои вопросы в комментариях, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.